Привет! Вчера выложила пост с этими классными перчатками, которые я вяжу для Ирочки. Думала, ко мне сейчас очередь выстроится, что всем нужны перчатки всего за 3500, но что-то очередь не выстроилась, зато поступили вопросы, как связать. Поэтому всем врагам назло сниму видео с объяснениями, как я рассчитываю, чем я пользуюсь и сами себе вяжите, разжалка 3500 для бедной Машеньки. В общем, приступим. От Иры я потребовала всего лишь на всего один единственный размер, это обвести ее руку. Вот эта большая часть, темно-синем, это Ирочкина рука. Вот это фиолетовым я обвела свою, чтобы я могла примерять в ходе вязания на свою руку и от этого уже, соответственно, отталкиваться, насколько мне вязать больше или меньше. То есть вот видно, да, что мне они по длине великоваты. Ну, как бы не то, что прям великоваты, а прям совсем. То есть я ориентируюсь на Викин, ой, на Ирон размер в соответствии со своим. То есть вот у меня пальчики, где заканчиваются. То есть тире должно быть хорошо. То есть вот я провожу вот такие линии, чтобы мне также было понятно, на каком промежутке. Мне, ну вот я довязала большой палец, сняла на дополнительную ниточку. И я вот по этой линии ориентируюсь, сколько мне нужно провязать до мизинчика. Вот, провязала мизинчик, сориентировалась, сколько мне нужно связать до безымянного пальчика. И так вот постепенно я убирала, убирала, пока у меня не осталось на спицах только один средний палец. Я вяжу мэйджик лупом сразу две перчатки. Вот, довязала потом средние пальцы, закрыла. Закрываю я, как все. То есть я сначала убрала по две петли с каждой стороны. То есть здесь одну, здесь одну. Провязала один ряд просто лицевой. И потом два ряда и с убавками еще раз, и закрыла иголочкой. Потому что терпеть не могу, когда вяжут красивые очень перчатки. И закрывают это все, стягивают в одну петлю куриной жопой. Вот это вот просто отвратно. Ну, это лично мое мнение. Если вам так нравится, можете истянуть в жопку. На вкус и цвет сифломастера. Как я подбираю узоры для перчаток? То есть здесь вообще все элементарно. Я беру книгу любую. Ну, я расскажу конкретно вот как вот этот узор. То есть я беру книгу. На свой размер я вяжу 54 петли. В зависимости от пряжи. Иногда 56, смотря как. Вот у нас, как видите, с Ирой по ширине рука одинаковая. У нее, в принципе, только длиннее пальцы. То есть я беру книгу. Знаю, что у меня 54 петли. То есть мне на полуобхват нужно будет 26 петелек. И потом подбираю узоры в зависимости от примерной ширины. То есть у нас сейчас перчатки с узором. Куда я его делаю? Вот с вот этим узорчиком. У него идет рапорт на 17 петель. То есть вот он идет, резиночка 1х1, потом 17 петель рапорта. Соответственно, у меня с каждой стороны останется немножечко для резинки. То есть вот поэтому я беру спицы меньшего размера, например, 225. Набираю итальянским набора. Провязываю рядок полой резинкой. То есть это получается два ряда. Один ряд лицевыми, один ряд изнаночными. Ну, в общем, ряд получается. Замыкаю в круг и перехожу у нас уже на спицы, которыми буду вязать. То есть на 2,5. Вот, провязала чуть-чуть резиночки и уже вышла на свой узор. Как видите, узор вот здесь уходит в следующий рапорт узора. Так как мне этого не нужно было, я просто его сократила. То есть получилась вот такая вот как мини-стрела. Вот, то есть узор можно вписать любой, который вам нравится. По поводу размеров. Рассчитайте. Ну, я, если честно, просто знаю свой размер. Поэтому я как бы для Иры специально ничего не рассчитывала. Но потом, чтобы проверить себя, решила посчитать плотность. Моя плотность 0,29. Исходя из этого, у меня все сошлось. Значит, как мы раскидываем пальцы. Пальцы раскидываем очень легко. У нас, а я обманула, да? Сказала, что у меня на 54 петли, у меня на 28. На 56 петель. 28, соответственно, по уохвате. Вот, раскидываем пальцы очень легко. У нас мизинцы самые худенькие. Потом идут безымянные. Потом средние и указательные. Они примерно одинаковые по толщине. Поэтому я и раскидала. 6, 6, 7, 9. И с другой стороны, здесь поровну по восьмерке. Чтобы у меня на выходе получились здесь по 21, здесь 19, здесь 16. Сейчас объясню почему. Когда я закрываю крючком, то я делаю закрытие. Вот, я с одной стороны убрала 6 петель. С другой стороны убрала 6 петель. Потом сделала... Как это называется? В общем, из воздушных столбиков сделала открытый край. И по нему набрала еще 3 петли. И как бы все знают, что когда мы вот этот ряд распустим, здесь у меня образуется 4. То есть, соответственно, 6, плюс 6, плюс 4. И у меня на выходе получается 16 петель. Поэтому никогда не забываем про вот эту лишнюю петельку. Я ее не сокращаю, никуда не убираю. Она у меня как была, так и есть. То есть, я с ней спокойно работаю. Я ее просто беру в свой расчет. Еще такой интересный нюанс. Беру примерно половину на указательный... Как он называется? На большой пальчик. Делаю прибавку в каждом втором ряду. Примерно когда выхожу на нужную мне высоту, также закрываю то, что я набрала лишнее. И также на воздушную петельку, на воздушные петли набираю лишний. И всегда беру 2 лишние петельки, потом которые я сокращаю через каждый ряд, чтобы у меня получился небольшой клин. То есть, когда рука будет шевелиться, этот клин, он поможет немножко пальцу, чтобы оно нигде ничего не тянуло. Еще такой интересный нюанс. У многих часто возникают проблемы с дырками между пальцами. Как я с этим борюсь? Очень просто. Вот я провязала один пальчик, ну, безымянный, какой он, средний, закончила, и набрала указательный. Вот я набрала 4 здесь петельки у меня получились. И здесь уже у меня было с одной стороны 9, с другой 8. Вот набрала эти петельки на спицу. И в первом ряду, когда начала провязывать, я вот здесь поменяла на стыке 2 петли местами. То есть, они у меня получились скрещенные, по сути. Сейчас попробую сфокусировать. Может получится. Ну, в общем, не фокусируются особенно. Как бы вот, они у меня скрещены. Из-за этого никаких дырок, ничего нет. Не надо никакие скрещенные петли ниоткуда лишние брать. Потом их как-то нелепо удалять. Все это не помогает. Я сколько ни пробовала способов. Просто поменяли 2 петли местами. Все, этого достаточно, чтобы не было никаких дырок. Вывязываю длину, убираю, и все, пальчик готов. Также я потом набираю вторую. Второй пальчик, и все спокойненько вяжется. Без лишних каких-то вопросов. Большой палец то же самое. Я его также с нитки наберу на спицу. Тут у меня также 2 лишние петельки. Я их также сокращу. У меня будет эффект восставицы. То есть, оно будет лучше помогать пальчикам шевелиться. И будут такие классные перчатки, которые вы сможете увидеть уже завтра. Надеюсь.